Здравствуйте! В эфире программа «Право знать». Много событий происходит в нашей стране, в нашем городе. Конечно, можно много говорить о войне, много говорить о политическом, экономическом кризисе. Но, как ни странно, именно Одесса наперекор всему движется вперед. И мне отрадно, я сразу хочу поблагодарить всех наших сегодняшних собеседников, потому что сложная загрузка, сложное время, и фестиваль, кинофестиваль открывается, и футбол есть, и масса переговоров, и у вас новая конференция, новый форум на носу. Но, тем не менее, вы сегодня пришли все сюда для того, чтобы мы рассказали нашим зрителям поподробнее, вот что же все-таки состоялось в Одессе 1 июля, вот именно теперь, когда немножечко все отстоялось, когда многие слова перешли в действие, в реальность, и когда все-таки гордишься нашим городом, потому что, Геннадий Леонидович, ну я сразу хочу вам сказать спасибо. Почему гордишься нашим городом? Я сегодня приехала на съемку к нам в новом троллейбусе. Я благодарна вам, как пенсионер, как жительница города Одессы, за удивительные, красивые, комфортабельные, с кондиционером, Wi-Fi. Едут, бабушки заходят прямо с низкой ступенечки, все. И мне так приятно стало, что все-таки отношение к людям в нашем городе превалирует над всеми другими событиями. И за это большое вам спасибо. Но прежде чем мы продолжим нашу основную тему, если позволите, я хочу зачитать прямо из буклета, который вы выдавали на форуме под названием 5Т, для того, чтобы наши зрители знали, каким городом вы должны гордиться, и мы все должны гордиться. Ну, Одесса — это у нас миллионник город, миллион десять тысяч восемьсот там по данным на апрель месяц. Полтора миллиона туристов посещает город Одессу. Это в год, наверное? Более, более. Даже более. 300 туристических компаний, 150 IT-компаний, 170 транспортных компаний, 600 и плюс объектов ресторанного бизнеса, кофе, там, хозяйство ресторанное, 200 гостиниц. Это же мы можем принимать, принимать и принимать наших гостей. И, конечно, город открыт для всех. Для тех, кто посещает Одессу, для тех, кто живет в Одессе, для тех, кто встречает своих гостей. Но, больше всего, мы, конечно, ждем инвесторов для того, чтобы можно было развиваться в городе и развиваться так, чтобы у нас не было ступоров в связи с, может быть, бюджетным недополучением в город Одессу непосредственно из государственной казны. Геннадий Леонидович, вот недавно мне, вот прежде, чем мы начнем говорить о форуме 5Т, недавно мне попалось на глаза какой-то удивительный детсадовский, я сказала бы, сюжет на одном из каналов, там, где какая-то девочка преследует детективно вашу машину. Я не об этом хочу сказать. Мне показалось, почему детсадовская. Потому что только маленький ребенок может думать, что мэр должен сидеть в закрытом кабинете. Но у нас был такой факт, у нас был мэр, который сидел окруженной там охраной, сидел у себя в кабинете 24 часа в сутки. Вы очень много ездите, вы очень много встречаетесь с людьми, но вот каждая поездка вы возвращаетесь с чем-то новым. Вот если можно, вот краткий обзор ваших предыдущих командировок. Спасибо, Леонид Иванович, за вопрос и за приглашение по участию в вашей программе. Но я так прослушал сейчас, вы начали с того, что кто-то следил детективное расследование. Я не против того, чтобы за мной следили. Я не против того, чтобы даже подсматривали. Если кого-то интересует моя личная жизнь или, допустим, владельца 7 канала интересует мои анализы, я могу ему передать тоже. В офисе пускай он поинтересуется, попробует их там, все ли у меня в порядке. Вот, ну это так, в качестве шутки, немножко такой сарказм. Знаете, есть такая фраза, вас, Фроловых, не поймешь. Вот, когда сидишь в кабинете, говорят, почему мэр не идет в массы. Когда выходишь, ездишь, действительно сидишь в кабинете, ездишь по объектам для того, чтобы посмотреть, почему мэра нет на рабочем месте. Ну, во-первых, рабочее место мэра, я считаю, там, где нужнее, там должен находиться мэр. Это оставим все на суд такой леской. Если им действительно нечем заниматься, пусть ищут. Да, ну, в принципе, для того и, знаете, чтобы кошки не дремали, мыши где-то должны быть. Что касается поездок, действительно, во-первых, все поездки, я упреждаю весь сарказм и весь разговор вокруг этой темы, что мэр куда-то ездит. Например, там, поехал в Анталью, поехал отдыхать, поехал в Варну, тоже там, вроде бы, Варна, тоже на берегу моря, поехал, наверное, тоже. И поэтому и вопрос вам задают, понимаете? Я приехал из Марселя, потом я был в Стамбуле. Ну, во-первых, это все города-побратимы, дипломатические отношения с которыми были, ну, наверное, неправильно, абсолютно неправильно, забыты долгое-долгое время, десятилетия. Тогда, уважаемые господа, нам необходимо либо не говорить, что у нас есть города-побратимы, если мы никакую деятельность не ведем. И ограничиться вот тем памятником со стрелочкой. Да, либо, либо тогда нужно действительно, чтобы это было не на бумаге, а действительно в делах и в поступках наших. Поэтому поездка первая, Стамбул, первая наша остановка. Нет, Германию, сначала в Германии начнем. Да, да, Регенсбург. 80 кроватей совершенно новых. Стоимость кровати, одной кровати, пускай они не новые, но новой такой кровати, многофункциональной, 5000 евро. 80 кроватей нам передал город Регенсбург нашему городу. Постельное белье и еще там оборудование дополнительное. Сегодня это в наших больницах. Еще самое дорогое, это спасли жизнь бесплатно мальчику. А второе, что 25 евро стоила операция, 25 тысяч евро стоилась операция мальчику, рожденного с, ну не будем говорить там. Да, он уже здоров. Он уже здоров, да. С неполадками в сердце. Слава Богу, слава Богу. Вернулся, семья счастливая. Отец, который сегодня находится на боевых рубежах на востоке, замкомандира батальона. Сейчас счастливая семья. Тоже я считаю достаточно интересно, правильно. Вот она поездка. Поездка была большой группой. Если сказать к слову, что мы планируем такие поездки, чтобы минимально задействовать рабочие дни. Минимально задействовать. То есть фактически мы ездим в командировки в свои выходные. Поездка в Стамбул. Город сдвинул с места и сегодня идет реализация плана Стамбульский парк. Более миллиона долларов выделил муниципалитет Стамбула для города Одесса. Инвестиции. Пока кто-то там занимается. Занимается. А кто там занимается? Уже все убрали, только на обещание. У нас уже здесь инвестиции. Вот они. Их можно посмотреть и, как говорится, пощупать. А когда парк будет готов примерно? Хотя бы сроки какие-то. Знаете, немножко у нас погода. Мы сразу делали такие поправки на погодные условия. Помните эти ливневые дожди? Естественно, что они останавливают работу. В основном идутся земляные работы. Поэтому не можем мы четко сказать. Конечно, хотели сделать очередной подарок Одессе в дню города. Если получится у нас, то он будет. Если нет, мы делаем все качественно. И не хотели бы гнаться за какими-то показателями. В конце концов, жизнь в Одессе не по датам. Мы не датская королевство. Но я думаю, что все-таки мы постараемся в дню города хотя бы первую террасу закончить, где грот, камень-грот у нас исторический наш. И перенести забор ниже, чтобы все-таки на день города город был более пристойным. Но если у нас эти митинги еще как-то подвинутся. Ну а чего? Это уже такое, знаете, ограждение Смиринца. Кинофестиваль. Я говорю, пожалуйста, если кто-то захочет снять историю какую-то или посмотреть, что вот, и показать демократию, пожалуйста, где, в какой стране мира можно еще увидеть такой холомец в центре города. Ну, дай бог, чтобы они там как-то вразумели, споразумели. То есть, Стамбул понятно. Поездка в Варну. Дело в том, что странам Евросоюза, Болгарии и Румынии, были выделены серьезные средства на берегу укрепления по программе, по европейской программе. Естественно, что это выделяется Евросоюзом на страны с членами Евросоюза. Но мы в диалоге с нашими городами-побратимами и нашли такую очень немаловажную для города деталь о том, что страны и города Черноморского бассейна, в данном случае Варна, которые тоже предполагается выделение более 200 миллионов евро на берегу укрепления, может в рамках своей суммы на 20%, по 20% выделять еще двум странам или двум городам, которые находятся на территории стран, не членов Евросоюза. Мы, узнав об этом, в таком интересном моменте, организовали встречу сразу с мэром и обратились к нашим побратимам, сказали, мы думаем, что Одесса здесь не должна пройти мимо, мимо этого проекта. Подписано нами трехстороннее соглашение с губернатором Варны, мэром Варны и городом Одессы о том, что мы начинаем движение в этом направлении. Я привез этот договор, он прошел проверку у нас в юрдепартаменте и мы заключаем договор этот практически уже. Де-факто он подписан, до юра должен был пройти, вот сейчас вступить в силу. Я думаю, что также хорошее приобретение для Одессы в данном направлении. Поездка в Анталию. Казалось бы, чего в Анталию? Ну, во-первых, два направления. Направление сотрудничества. Грегенсбург также принял у нас 23 ребенка, помимо того, что мы говорили, 23 ребенка, которые ездили туда на оздоровление, на отдых. Ну, естественно, что в Анталии больше возможностей. Я встречался с тремя марами городов, мы готовим программу. В этом году мы как бы поздно это начали делать, но я думаю, что пеем еще к сезону, хотя там круглогодичные есть пансионаты, о том, чтобы дети многодетных семей, не просто дети, а вся семья выехала. Сейчас у нас работает департамент наше подготовкой таких данных, кто поедет. То есть мэры городов говорят, мы примем одесситов, кто нуждается, особенно это идет речь о социально несочащенных слоях наших или многодетных, или тех, кто нуждается в этом. Я думаю, что мы подготовим, и дети поедут, у нас будут оздоравливаться также в хороших отелях, в хороших условиях. И последняя поездка Марсель. Марсель также был практически на выходные, но встречались и благодарен мэру Марселя. Он уже мэром Марселя 30 лет. Поэтому, наверное, у них как-то все и слажено. И команда. Что самое интересное, что у них в Марселе, помимо избрания мэра, выборные должности и заместители его. Вот у него там больше 20 заместителей, все выборные должности. Представляете, Павел Владимирович, сложно. Это команда, причем все жители, коренные жители Марселя, такие все, дружат они, мне рассказывали такие истории очень человеческие, с 12 лет. Дружили еще мальчишками на пляж ходили, показали мне, на какой пляж они ходили. Сегодня работает на благо города. Уже команда, уже сплочение, уже дружба, уже все. Там у нас в основном направление туристическое, культурных взаимоотношений с Марселем. По крайней мере, на ближайшее. Ну тоже морской вид, город, там очень много общего садится в Марселе. Во-первых, мне очень приятно было, что мы показывали спортивный комплекс, там, олимпийского уровня. Также ходили, мы смотрели, и вот пожилые люди сидели, мэр меня знакомил, заммэра подходили. Очень приятно было, что я встретил очень много людей пожилого возраста, у которых корни, одесские корни. Это первое. Второе, Марсель Одесса, ассоциация Марсель Одесса является, по информации от мэрии, от мэра Марселя, самой сильной, самой действующей. Помимо других, что там тоже есть ассоциации, там очень большое количество, тоже больше 100 национальностей проживает. Одесская ассоциация Одесса-Марсель выделяется. Так же, как и у нас здесь, Альянс Франце, так же... Довольно известная организация, популярная организация. Но, Геннадий Леонидович, там же футбол в это время был, неужели нашел мэр время, чтобы встретиться и обсудить все вопросы сами? Нет, конечно. Это ведь дорогого стоит. После встречи, да, после встречи, у нас была встреча как раз 7-го числа, когда играла Франция Германии, после наших всех встреч, которые мы закончили к вечеру, к 5-ти часам, пригласили на футбол, и, естественно, я попал на футбол, очень благодарен за такое приглашение. И рядом с мэром сидели? Нет, ну... Ну, скажите. С мэром сидели. Я на чем говорю? Потому что всегда, когда личный контакт, личное знакомство, начинается, завязываются дружеские отношения. Вот это самое главное. Вот это же самое ценное. Когда люди видят друг друга, не изучая интернет, и те гадости, которые у нас принято выкладывать в интернете, а вот так личным общением, складывают свое личное мнение, впечатление, можно ответить на все вопросы, смотря в глаза друг к другу. Это совершенно другое. Поэтому я считаю, что необходимо такие встречи проводить, необходимо их наращивать, и народная дипломатия должна идти и впереди государственная, и впереди нашей официальной дипломатии. Это здорово. Спасибо, Геннадий Леонидович, что вы рассказали нам и всем зрителям об этом. Для меня, вы знаете, сейчас как-то более четко, для меня памятны стали слова Вадима Зиновича Рабиновича на открытии форума 5Т, когда он говорил о том, что нужно прибавить еще одну Т, Труханову. Как-то оно сезаемее стало. Почему? Расскажите про 5Т, если можно. Я понимаю, что если все хватить очень долго, нам не хватит времени вообще и нашей программы. Коротко, сжато, как вы умеете. Коротко, но если можно, издалека. Давайте издалека. Когда ребенком, что сказали про Марсель, я когда ребенком гулял со своими друзьями рядом с Воронцовской колоннадой, мы еще в детстве говорили о том, что молодые люди критиковали еще тогда власть и говорили о том, что в этой стране ничего, и в этом городе ничего нельзя изменить, все плохо, все не так и так далее. Я им сказал, вы знаете, это можно изменить, это все зависит только от нас. И сегодня я очень благодарен Геннадию Леонидовичу и всей команде замов мэра за то, что дали такой шанс и мы разработали новую экономическую стратегию развития города, которая была презентована на форуме 5Т. Это новая экономическая программа, которая в себя включает транспорт, туризм, технологии, торговлю и траст доверия. Именно вот на вот этих основных тезисах Геннадий Леонидович... Траст — это финансы, так что было более понятно. Да, в общем... Да, в общем, речь идет о финансах, банке, системах, в работе с бизнесом, во всех этих ключевых секторах, о которых мы говорим. Коротко о каждом. Это транспорт, это наш аэропорт, железная дорога, автовокзал... Новые троллейбусы. Ну и горы электротранспорт. Ну и, наверное, и трамвай уже тоже, да? Да. Два основных новых инвестиционных проектов — это электронный билет, это замена подвижного состава и переход даже на электроавтобусы, которые более эффективны, чем другие виды транспорта. Это наш туризм с необходимостью развития отельной сети, с возможностью... Презентована была концепция строительства новой арены для всевозможных презентаций, выставок, спортивной арены. Все в одном. Некая арена 365, как мы ее называем. То есть 365 дней в году в Одессе могут происходить мероприятия международного... Масштабные, большие, да. Да, и по мнению международных... То есть это не только стадион «Черноморец», но еще будет новая арена, да? Это, да, стадион «Черноморец» — это отдельный вопрос, Евровидение. А это мы говорим именно экспоцентр такой, где все время международные форумы могут проводиться и так далее. Одесса сегодня действительно все площадки забиты, и их не хватает. И инвестор, который бы инвестировал в строительство такой арены, действительно очень за короткий период времени купил бы свои инвестиции. Ты же говоришь, что Одесса — это центр мира. У нас арена еще центрея будет. Помимо того, технологии сегодня выходят, вообще мы живем в... Промышленная революция уходит на «нет». И новая, весь мир говорит о новой революции технологической. И именно технологии выходят на... Только бы не политические, пусть будут такие технологические, да. То есть в Одессе на этих выходных в сентябре будут два очень, две большие конференции, которые собирают тысячи, уже не сотни, как было в прошлом году. Мы удивлялись, почему так много тысячи специалистов, и несколько сотен IT-компаний крупнейших, которые уже растут, вот вы видите, в геометрической прогрессии в городе. Видите, сколько у нас IT-центров. Недаром зачитала вначале. Вот и IT-сфера, и технологическая сфера выходит на передовую всех. Если раньше мы всегда говорили, что у нас транспорт номер один, сегодня технологии уже дышат спиной, выходят на передовую. И будут, благодаря Геннадию Леонидовичу, и городскому совету, Дмитрию Дмитриевичу выделяются, воссоздана программа поддержки инвестиционной деятельности. И есть, хоть и небольшая, но есть поддержка города в проведении этих мероприятий и поддержки этой сектора. А сегодня, чтобы мы понимали, что в конечном итоге горожане получают, это налоги колоссальные, то есть тысячи людей задействуемые. То есть рабочие места, прежде всего, новые рабочие места и новая сфера деятельности для молодых людей, для людей, которые хотят заниматься программированием. А потенциал же у нас огромен, у нас же огромное количество вузов, у нас очень много выпускников. А энергии сколько? И уже об этом и говорить-то не приходится. То есть, действительно, наши международные контракты, экспортно-ориентированное производство, популяризация идеи, сделанного в Одессе или Made in Odessa, где мы хотим популяризировать все те вещи, которые производятся в Одессе и которые могут экспортироваться в другие страны. Но последнее слово «T-trust», доверие, это, знаете, хорошее соперетечение, есть слоган мэра «доверять исключительно делам». Сегодня очень многое делается, об этом нужно говорить, и это подтверждено очень многими, если мы про экономику говорим, многими рейтингами. Одесса получила, вот в Украине есть два рейтинговых агентства. По этим двум рейтингам Одесса занимает лидирующую позицию среди всех городов Украины самый высокий рейтинг UA+. Что это означает? Это означает, что потенциал Одессы как города, в котором легко вести бизнес и в котором целесообразно инвестировать, имеет самый высокий потенциал. Во всем мире для инвестора котируются крупнейшие рейтинговые агентства, фич, например, рейтингс и так далее. И мы обращались к этим агентствам и хотели, как город, получить и рейтинги такой. Но, к сожалению, рейтинг страны ниже, чем рейтинг города. Ой, лучше не высовываться, особенно в нашей стране. Лучше не высовываться. По правилам рейтинговых этих международных агентств не может городу быть присвоен рейтинг, к сожалению, выше, чем у страны. Исходя из этого, нет целесообразности. Для того, чтобы пройти такой рейтинг, нужно серьезные средства выделять. Это несколько десятков тысяч долларов. Но это нецелесообразно подавать такую заявку, просить такой рейтинг. Но сегодня и журнал Forbes, и все исследования показывают, которое опубликовало нас на таблоиде, скажем так, своего элитарного известного журнала, говорит о том, что у Одессы колоссальный потенциал. И если реализовывать стратегию, вот она была презентована, а мы планируем системно осуществлять эту работу по работе с инвесторами, делать, то Одесса должна стать действительно бизнес и инвестиционной такой столицей и центром в Украине. Знаете, Павел Владимирович, во-первых, я хочу поблагодарить всех. Геннадий Леонидович, и вас, и вас, Павел Владимирович, и Дмитрия Дмитриевича, и, конечно же, такая слаженная команда получилась. И когда я посмотрела на организацию форума, это очень высокий международный уровень во всем. И, поверьте мне, я была на очень многих международных кинофестивалях, на многих международных форумах, и для меня вот такая вот гордость вдруг объяла, что вот в нашем городе на достаточно высоком уровне происходят не просто разговоры разговорами, не просто выступления иностранных гостей. Кстати, спасибо вам огромное за знакомство с Кингом, потому что для меня демонстрация этого фильма, который как бы ни о чем, а вдруг раз и обо всем нашем, это великое искусство. Так вот, когда такие форумы упираются еще и в реальные дела, для меня такой заключительной кодой форума, очень значимой и знаковой для Одессы, было заключение контракта с корейской фирмой, да, с корейцами. Дмитрий Дмитриевич, я знаю, что вы очень скромный человек, я знаю, что вы очень трудолюбивый человек, что редко делитесь тем, чем занимаетесь в своей работе, но результаты дают о себе знать, и я бы очень просила вас немножко поподробнее сказать, что это за контракт, вот именно тогда, когда в связи с мусором происходит в нашей стране столько катаклизмов, то горят, то там не могут потушить, вот под Киевом, вот во Львове чуть ли там не политическое дело пришили. Расскажите нам. Спасибо большое. Я в продолжении слов Геннадия Леонидовича, Павла Владимировича. Да, сегодня весь мир стоит на пороге так называемой четвертой промышленной революции, но слово промышленное здесь это дань истории, была первая промышленная, вторая и четвертая промышленная революция это революция, которая говорит о том, что мир приходит к экономике знаний, технологий, IT и так далее. И естественно городская власть, мы департамент экономики как исполнители поручений городской власти мы стараемся работать в направлении привлечения не просто инвестиций, а высокотехнологических инвестиций и те корейские технологии, о которых мы сегодня говорим это как раз высокотехнологическая инвестиция, то есть это не просто инвестиция на украинском языке в сегодняшний день, а это инвестиция и в будущее в том числе это то, что останется нашим детям в нашем городе. Кто кого нашел? Вы корейцев или корейцев? Я об этом хотел сакцентировать внимание, что естественно после встречи Геннадия Леонидовича с представителями корейской компании, после проведенных Павлом Владимировичем переговоров, у нас вязпора есть корейская, да? В городе, да? После проведенных после проведенных Павлом Владимировичем переговоров, ну, видимо, сам Бог велел, на самом форуме, если честно, ну, нельзя сказать, что планировалось подписание вот, ну, такого важного документа. Когда уже сам форум начался, просто подошли представители компании и тут важный момент, они задали вопрос, сможем ли мы сегодня с городской властью подписать вот этот документ? Это прямо на форуме? Да, причем будет ли согласен Геннадий Леонидович, будет ли согласна городская власть? Я хочу сакцентировать внимание на том, что не город просил, пожалуйста, давайте подпишем, синициировали сам момент подписания сами представители компании. Это важный момент, это говорит о том, что бизнес доверяет городу, бизнес сам инициирует дальнейшие шаги, хотя мы, конечно, не отстаем, мы тоже инициируем шаги, но здесь вот такой важный момент. Они тоже, наверное, увидели организацию, увидели представительство и сразу... Здесь маленький секрет, я себя извиню. Да, конечно, конечно. Дмитрий перебил, маленький секрет, потому что за последнее время у нас было очень много предложений, когда увидели, что мы открыли канал общения, если так можно сказать, что мы открыты и у нас нет монополии на вывоз твердых бытовых отходов, и это не значит, что кто-то закрепил с собой единоличное право владеть этим направлением, как только мы сели за стол переговоров, у нас действительно, ну, я скажу, что там большая очередь, но действительно очень много предложений от различных компаний. Поэтому, увидев, создав вот такое, создав атмосферу конкурентности, атмосферу, когда увидели, что действительно... Извините, пожалуйста, я вот вклинился в разговор. Что сегодня, о чем мы сегодня говорим? Мы сегодня говорим о том, что вот эта гонка, экономическая гонка, которая начата и сегодня происходит в мире, это в основном соревнования между странами за создание вот как раз вот той конкурентной среды, создание условий, создание условий для бизнеса. Вот как только мы создали, вот вам подтверждение, мы создали условия и пошел бизнес. Если раньше кто-то приходил и говорил, а что там у вас мусоропереработка, а, все понятно, у вас нельзя сюда? Мэрия говорила, у нас все в порядке. Да, мы уже решились. Вот, и так длилось десятилетиями. Когда мы сказали, ребята, нет, и как раз высокие технологии, новые технологии, то о чем говорил Дмитрий, позволили нам. Конечно, когда увидели инвестфорум, когда увидели наличие компаний, причем конкурентных компаний в том числе, которые готовы сегодня инвестировать и построить этот мусороперерабатывающий завод, когда увидели компанию, которая готова поставить установку по дегазации и так далее, видят, что сегодня вот они уже буквально так как раз и вырвали себе, чтобы уже все, мы здесь первые. А как же успели подготовить эти контракты, если вот-вот один день форума? Нет, на самом деле, конечно, это готовилось, но мы не думали в рамках форума как-то посмотреть, может быть, выгодны еще предложения, более выгодны, или еще что-то. Слушайте, я думала, что все срежиссировано, оказывается, это экспром. Протокол намерений, конечно, у нас нет, у нас есть там нюансы, это действительно есть подтверждение того, что это не срежиссировано, это не было сделано для картинки, так и остальные восемь таких меморандов, которые мы подписали. Восемь еще, да? Да, помимо этого, вот сегодня Павел Владимирович говорил, что у нас то, что не попало в прессу. Достаточно интересно, я думаю, что может Юля Диму дополнить, чтобы я не один-то говорил. Спасибо большое. Может быть и, вы знаете, в наше время 25 миллионов долларов для кого-то это может быть и небольшие деньги, но если эти, даже пусть это будут небольшие деньги, но если они идут на развитие города, на развитие городской инфраструктуры и эта инфраструктура останется следующим, последующим поколением, то да, берет гордость, берет гордость, что городская власть, в лице Геннадия Леонидовича. И хорошая команда. Вот слова Павла Владимировича в детстве, когда он гулял возле колоннады, что все зависит от людей, все зависит от нас, можно поменять. И вот если десятилетиями говорили о том, что да, нужно, пора это делать и пора менять, но как-то ни у кого не получалось или не хотело оно получаться. Может быть, не верили, знаете, а когда начинается, то идет цепная реакция. И да, в дополнение к этому хотели бы отметить, что помимо меморандумов, о которых мы говорим сегодня по мусоропереработке, были заключены еще меморандумы, направленные на осуществление очень важных для города проектов. Это электронный билет, о котором все тоже так много говорят. говорили больше десяти лет, но только сейчас произошло тестирование, пилотный проект, протестировано оборудование, протестирована сама система. Это впервые за больше десяти лет. Подписаны документы, которые подтверждают намерения о реализации других проектов. Это и морской трамвай, это и организация на высоком уровне телекоммуникационных услуг в городе Одессе. Вот Стамбульский парк турецкая сторона проинвестировала больше миллиона долларов, уже инвестирует. А отечественные компании готовы в этом Стамбульском парке осуществить, провести бесплатные Wi-Fi-зоны, для того, чтобы жители города Одесса могли насладиться не только красотой Стамбульского парка, но еще воспользоваться высокотехнологическими услугами с доступом в интернет и так далее и тому подобное. То есть это такие важные моменты, которые в общем их восемь. Помимо заключения документа по мусоропереработке было заключено еще восемь документов подписано по другим, в том числе инфраструктурным проектам. Спасибо. Ну, хотелось бы выделить. Спасибо, это очень интересные вещи. Хотелось бы выделить еще, например, мне, что хотелось бы, чтобы мы реализовали наш меморандум подписанный о создании нашего предприятия, которое будет производить сборку трамваев. Дело в том, что действительно на сегодняшний день трамваи, которые можно приобрести, более 600-700 тысяч евро стоят на рынке. Ну, это очень серьезная сумма для города. Но, тем не менее, мы посмотрели и подумали, как это можно сделать. Опять же, департамент экономики, молодая команда, посмотрели и проверяют работу, смотрим, что мы можем, во-первых, создать рабочие места, организовать цеха до сборки. Будут приходить комплектующие, кузова, мы будем все это собирать, что значительно снижает стоимость. И плюс рабочие места, и плюс налоги, это же масса проблем разрешает. Поэтому, очень важный документ, который, я считаю, что, и в принципе, мы уже где-то кустарно как-то это все реализовываем, но сейчас это выйдет на новый такой уровень, достаточно серьезный. Но это был как бы летний форум, Юлечка, будет еще и осенний форум, да? Ну-ка расскажите. Вы же видите, тут у нас чиновники, в общем-то, за столом больше превалируют. Расскажите про вашу организацию. Вот она же вроде бы, как бы государственно, не имеет отношения, с другой стороны, занимается большими государственными проблемами. Фонд развития города Одесса занимается в основном социальными проектами, которые реализуются в городе, в Одессе. То есть, если департамент экономики Геннадий Леонидович, Павел Владимирович занимаются более крупными инвестиционными проектами, на них очень много усилий, много времени тратится, но на социальные проекты тоже надо удивлять время. Их очень много. Это мелкие, небольшие, но при этом они развивают наш город, они улучшают его вид, они улучшают качество жизни в городе. Ближе к людям, они осязают. Конечно, ближе к людям, и они быстрее реализуются. То есть, не надо тратить долго времени на согласование каких-то договоров, да, там, скажем так, к сожалению, на это долго тратится, да, там, процедуры. А социальные, есть идеи, есть задача, да, то есть, буквально там месяц и проект реализовывается. А фастаетесь, какие реализованы? Вот буквально недавно мы создали еще с одной общественной организацией первый мурал в городе Одесса. Это большой стрит-арт проект, это пятиэтажный дом, который мы сделали интересную роспись. Скажем так, мурал называется Долгая партия шахматная. Находится на Отрадной возле Мускомедии, центральная часть города, любой желающий может поехать посмотреть, что это такое. Также буквально вот на эти выходных еще с одной общественной организацией впервые в Одессе провели пляжный чемпионат Украины по фрисби. Это достаточно новый вид спорта, но хотя в мире существует 1967 года. еще раз назовите новый вид спорта. Алтимат фрисби. Еще раз. Алтимат фрисби. Алтимат фрисби. Летающая тарелка. Все в детстве кидали эти тарелки. Когда перевели все вставы, а то такие слова говорили, что вы не знали. Несмотря на это, в 2015 году включили игры олимпийские. Это шуманное поколение. Совершенно другая терминология. Да, все были впечатлены, потому что Одесса это курортный город, пляжный город. Олимпийский вид спорта. Да, уже олимпийский вид спорта с 2015 года. Только включили буквально недавно. Ну так надо нам шевелиться. У нас есть хорошие показания по спорту сейчас в Одессе. Замечательные, потому что опять-таки создано условие. Геннадий Леонидович, тут столько гордости, что я не могу опять-таки не поблагодарить вас за те возможности, которые предоставлены прежде всего детям в здоровом образе жизни. Вот это здорово, что и молодая команда все это подхватывает и реализовывает. Геннадий Леонидович тоже делает основную ставку на здоровый образ жизни, то есть пропаганда спорта, здоровый образ жизни для детей, для молодежи. Но нам главное, чтобы у нас поколение росло здоровое, спортивное, активное и занималось нужными делами, скажем так, развивало город. А еще наложение на IT-технологии, в которых все молодые асы, более старшие поколения плавают в этом деле, то будущее Одессы совершенно замечательно. Конечно. И если вот вернуться к 5Т, 1 июля была презентация самой инвестиционной программы, было очень много озвучено проектов, которые есть у города, есть как социальные, так и муниципальные проекты. И мы планируем осенью провести, скажем так, масштабное мероприятие, показать результаты. Чего мы достигли, чего мы добились, что уже реализовано, что в стадии подготовки, что в 1 октябре. То есть мы хотим уже показать, что мы не только говорим, то есть Геннадий Олегович, Павел Владимирович, Дмитрий Дмитриевич, мы не только говорим о том, что мы хотим что-то делать, мы делаем, доверяя делам. Вот мы хотим презентовать то, что уже сделано, то, что в стадии. На неделе было интервью у, сейчас я даже точно назову, как зовут, то, что выписала, президент какой-то фонда защиты прав пациентов. Для меня это было удивительно, не могу искать, ладно, не буду, по памяти скажу. Для меня было настолько радостно прочитать впечатление этого человека о том, что в Одессе настолько здорово все происходит в медицине. Он удивился, когда узнал, что у нас 40 лечебных учреждений отремонтированы, что у нас два новых поликлиники, отстроенные от начала до конца. То, что у нас 80 гривен на человека в день в больницах тратится на пациентов, это было удивительно, потому что в Киеве он тут же привел цифру 3 гривни всего лишь. У нас масса программ, и мы будем обязательно, так и к зрителям обращаясь, обязательно переговорим о реформах в медицине. Но вот то, что все это видно и оценивают со стороны, для нас это очень важно. Я скажу, почему. Вы помните, когда в самом начале, когда назначен нам был чужой человек для Одессы и Одесской области в должность губернатора, сразу вот привлекли тех, ну, на сегодняшний день могу открыто сказать, болтунов, которые рассказали о том, что инвестиций столько будет, и вот мы привлечем, и курортный сезон в 10 раз больше народа будет, и там вообще золотые горы были, и в медицине, и в том, и в том. Ну, там, город как бы послушал все это дело, посмотрел на это все. Ну, одесситы, народ своеобразный, они действительно на ощупь должны потрогать, посмотреть, как все пройдет. Но так получилось, что в городе масса вещей делается достаточно спокойно, нормально, планомерно, без особой помпы, без особого шума. Но вопрос сейчас задают, где все эти люди, куда они разбежались, почему нет команды, почему все это пробуксовывает. И когда я вижу, как вы сказали, сегодня здесь еще и молодую команду городскую, которая дает возможность оценить будущее Одессы, это ведь здорово, потому что когда одно дело наболтать так, с три короба, палатки поставить, там открытое шоу, сделать какие-нибудь красивые, там с помпой открыть, центр оформления, там единое окно, хотя он в городе работает уже три года, такие центры во всех районах есть. Но это все настолько становится мелочным по отношению к тому, что делается практически. Геннадий Леонидович, вот как вы относитесь к тому, что команда ваша, во-первых, молодеет, во-вторых, достаточно четко поставлена задача без лишнего шума и пыли делать свои дела каждому на своем посту. Вот строго спрашиваете, или это принцип жизни и руководство ваше? Вы знаете, вы когда мне задавали вопрос, сейчас я в процессе, когда вы говорили, вспомнил, я не любитель цитировать какие-то вещи, но здесь не могу, она очень в тему, наполнил смыслом каждое обновение в своей жизни, я думаю, должен каждый человек, особенно если мы сегодня работаем, и нам народ доверил работать в руководстве города. Вот каждый день я прошу ребят о том, чтобы каждый день в какой-то промежутке отмерялись делами, делами, что мы сделали. Прошел какой-то промежуток, квартал, обернись назад, посмотрите, что мы хорошего сделали для города. Остановиться, оглянуться. Может быть, не туда идем, может быть, мы что-то упустили, но я благодарю сегодня присутствующим здесь о том, что очень приятно сидеть с ребятами сегодня, чувством гордости о том, что департамент, которого звали Дмитрий, сегодня впервые за многие десятилетия работы городской, городской структуры вообще стал, перешел от роли статиста к роли генератора таких идей, действительно, стратегического органа, который прогнозирует развитие. Хотя сегодня сложно что-либо вообще прогнозировать. нужно не менее. Но тем не менее, и можно было бы опустить руки и сказать, ребята, мы не знаем вообще, куда мы, как завтра будет развиваться ситуация, экономики и так далее, и так далее. Тем не менее, мы этого не делаем, мы прогнозируем, мы проводим форумы, мы движемся, мы не стоим на месте. Юля, со своей стороны, ответственна в работе, как вы уже сказали, те проекты, которые сегодня видят люди, очень большое количество молодых людей, да не только молодых, неважно возраст, приходят, генерируют какие-то идеи, которые хотелось бы внедрять в жизнь. Вот их нужно подхватывать, обрабатывать. Мало того, у нас впервые разработал, у нас город была очень серьезная, на мой взгляд, такая просадка в направлении грантовых денег, получения грантов. Ну, во-первых, потому что люди более старшие никогда не работали с этим, таким. недоверие все-таки присутствуют. Недоверие, и вы поймите, это тоже нужно определенные знания, как это все оформить. Ребята обладают этими знаниями, образование позволяет, и новые подходы, методы позволяют. А это сегодня очень серьезные, большие деньги, выделяемые мировым сообществом, мировыми институционными фондами, просто фондами, банковскими фондами по направлениям. И сегодня глупо бы было сидеть в стороне и просто смотреть, что у нас есть. Мы подняли голову впервые, посмотрели вокруг, ребята, давайте пользоваться. Вот пример Варны, можно было и не знать, можно было не поехать туда, а вот просто ковыряться, делать как-то что-то у нас на берегу укрепления, и кричать, что у нас в Черноморке беда, в Аркадии беда, пляжи уменьшаются, но этому делу не поможешь. Поэтому нашли возможность такую, пошли, пытаемся сейчас за так же грантовые деньги. Почему нам не привлечь сюда там десятки миллионов евро для того, чтобы провести берегу укрепления? Необходимо делать. Поэтому это серьезное очень направление, в котором мы работаем, я благодарен очень ребятам, которые почувствовали. Дело в том, что моя задача достаточно скромная, не мешать. Молодежи главное не мешать сегодня. Не мешать, и чтобы они поверили в свои силы. Направить и поручить. Это же тоже очень важно, потому что можно все время заниматься, вы правильно сказали, какими-то сиюминутными проблемами в городе, затыкать какие-то дырки, особенно, когда за тобой там следят серьезно. Ой, ну это смешно, конечно, все, но это так. Но когда цели видны, то к ним же можно двигаться и двигаться с максимально быстрыми темпами. Для меня, например, сегодня то, что прозвучало, что к сентябрьскому форуму будут уже какие-то результаты. Павел Дмитриевич, ну у вас же огромное количество еще и других дел. Вот 15 числа уже новый, там 8Р или 8, как называется, новый форум, 8П. Я же говорю, что молодые, на другом языке разговаривают. Тут 5Т, там 8П. Надо же успевать все это сделать. Неужели результаты действительно все подтверждаются? Сегодня вот мы говорим, что вот на 5Т из десятка стран мира приехали суперспециалисты по разным направлениям, по всем нашим 5Т. И сегодня вот, когда IT-форум сейчас вот на этих выходных проходит очень крупный, в таком летнем формате, возле моря и так далее, мы говорим о том, что мы в Одессу привлекаем лучшие умы в IT-сфере, которые будут обучать наше сообщество айтишное. Будут показывать конкретные дела, которые в Одессе, конкретные продукты, которые в Одессе продаются, а также смотреть мировой опыт, который также будет представлен в Одессе. И именно то, о чем мы говорили на форуме и то, что декларирует Геннадий Леонидович, что граждане города это главная наша ценность и наш менталитет, особый одесский менталитет и то, как любят одесситы свой город. Недавно европейское рейтинговое агентство проводило социальное исследование. Это просто уникально. И из всех городов Украины и вопрос звучал следующим образом. Именно факт этого вопроса, что переехали или бы вы в другой город жителей работать или в другую страну. В Одессе первое место одесситы заняли по этому рейтингу. Что же никто? Одесситов никогда не уехали бы из своего города. Никто никуда уже из Одессы не едет. Это говорит о колоссальном патриотизме к нашему городу, к нашей стране. И вот это действительно и наше самое главное конкурентное преимущество перед всеми. Но вы знаете это так же диссонансно звучит как вот то впечатление, которое привело президента по защите пациентов ассоциации. Точно так же диссонансно звучит с тем, что по Украине молодежь 80% готовы уехать из Украины. Вот понимаете, опять-таки Одесса становится тем эпицентром того, что она все-таки собирает людей, собирает тот интеллектуальный потенциал. Якорем, который тормозит здесь в Украине. Не зря у вас туристический наш знак якорь. Это скорее всего вот все планы, которые воплощаются в жизнь. Это какая-то вот такая неторопливость одесситов, которые еще раз говорю, это жаргонное слово понтам не верят, понимаете, верят совершенно другим проявлениям. И когда она увидит, что это все реально, они начинают задумываться вот здесь, что же мне куда-то дергаться, когда здесь такие возможности, когда здесь только друзей, когда здесь можно объединиться и как тогда у кого надо начать действовать, решить. Дмитрий Дмитриевич, скажите, а вот у вас в департаменте тоже молодых много, ребята? Это я к тому, чтобы IT-системы привлекали, открывали новые страницы, возможности. да, если взять за последние полтора года, то все ребята, которые приходили в департамент экономического развития, это все молодые ребята, и ребята, ну, Одесский национальный экономический университет, не скрою, некоторые из них на пятом курсе сейчас учатся и оформили в университете свободные посещения, чтобы можно было заниматься работой. Да, есть такое, я не скрою этого, я обращаюсь к руководителям университетов, прошу, чтобы они подсказали, посоветовали молодых ребят, кадров, с кем, кто хотел бы работать в нашем департаменте и у кого есть соответствующие возможности. Знаете, есть такая фраза, что когда нужно работать, мы берем молодых, когда нужно делать, мы берем опытных и мы стараемся, чтобы в нашем департаменте было не только не все молодые, было соединение, золотая середина и опыт, чтобы был и в то же время, чтобы и работать было кому. Именно опыт приходит тогда, когда что-то делается, происходит работа, но не просто происходит работа, как сказал Геннадий Леонидович, прошли определенный путь, какой-то период, оглянулись, посмотрели, сделали выводы и пошли дальше. Вот из-за этих выводов, наверное, накапливается опыт, благодаря которому потом делаются дела. Я бы хотел добавить, Марина Леонидовна, здесь очень важно, и Дмитрий еще об этом не скажет, да и ребята не скажут. У нас было очень такое, при формировании молодой команды, особенно экономического развития, Департамента экономического развития, привлечения инвестиций, Павел Владимирович, он сформировал всю эту команду и формирует дальше, и продолжает это и в его вертикали. Я вам скажу, сегодня уже можно говорить, да и можно было и тогда говорить, просто никто не спрашивал, вы первые, кто спросили или инициировали вот такую встречу, и огромное вам за это спасибо еще раз. Вопрос заключается в другом, что когда пришли молодые специалисты, а хочется ожидать лучших молодых специалистов, ну вы поймите, что сегодня теми зарплатами, с которыми работает гурсовет, у ребят. Молодежь не привлечешь? Молодежь не привлечешь, причем молодежь грамотная, владеющая двумя-тремя языками иностранными и разбирающаяся сегодня, и являющаяся пользователями активными, не просто всех наших современных технологий, конечно, это очень серьезный стопор, очень серьезный стопор продвижения вперед, потому что, когда смотришь, начинают там умничать, извините, пожалуйста, иногда и некоторые депутаты или просто общественные деятели, которые работают в эти компании, получают там 10, 5-10 тысяч долларов, и он может умничать, почему в городе так все плохо и так все отстает, можно же сделать быстрее все, и энергичнее, эффективнее можно сделать. Ну, когда, и я рад, что вот проведена у меня встреча с такими умниками, после этого встречи, мне кажется, они уходят немножко с поникшей головой и понимаешь в реальные условия. Говорю, приди, давай специалистов своих, вот у меня работает, у нас работает команда, получающая такие деньги, на которые жить, значит, они должны где-то либо подрабатывать, что по законодательству не положено. А какая зарплата средняя у чиновников? Ну вот пускай Юля скажет, Юля, сколько у вас зарплата у тебя? Скажи, Юля, Юля не пример, это Дмитрий Дмитриевич. На сегодняшний день моя зарплата, я этого не скрою, чуть более 5000 гривен, это с премиями порядка 5300, 5400, ну, в зависимости от количества рабочих дней, там, выходные, не выходные, просто я говорю, это с учетом стопроцентных премий. Ну так вы руководитель департамента. Если нет, то естественно нет. А если его лишить премии, представляете себе? Ой, не надо его лишать премии, у него еще результаты. Я к чему это говорю, что, конечно, это, можно сказать, уже патриоты, патриоты, которые хотят, хотят перемен к лучшему, они понимают, что сегодня по-другому мы, ну, не будет эта машина, этот корабль никуда не пойдет дальше, он будет стоять на месте, будет там пар идти из трубы и все остальное, но он, колеса эти крутятся, он будет стоять на месте, он не будет, не пойдет никуда. Даже если палатку поставить? И палатку поставить, То все равно не пойдет никуда. Только весла надо брать. Ну, конечно. Я вам скажу, я вам скажу, что вот ребята, действительно, это была основной из причин таких, поэтому ищем возможности. Ребята, я не знаю, патриоты, и есть результат, но это основная причина. Можно много говорить и много интересного придумать. И когда приходят, мне говорят, Геннадий, вот даже другое, я удивился, какой пласт патриотов, городских патриотов, молодых ребят мы смогли найти. Ярко свидетельствует этому учебник наш, электронный учебник. Ведь ребята сделали это бесплатно. Они сделали бесплатно, разработали наши учебники, дальше продолжают работать, готовы передать это городу. Электронный учебник даст возможность для зрителей, говорю, обучаться на расстоянии, да? Ну, во-первых, если говорить, это не то, что на расстоянии, ну, во-первых, почему мы так, городская власть, среагировали на это и хотим внедрять. Понятно, что не всем возможно купить завтра айпад себе или какое-то электронное устройство для того, чтобы учиться и пользоваться электронным учебником. Ну, во-первых, те, кто уже есть, уже могут пользоваться. Это не маленькая аудитория. Второе, вы поймите, там ряд таких преимуществ, ну, например, контроль, если касаемо родителей. Во-первых, детям интересно, 3G-технологии, можно покрутить эти снимки, в конце материала посмотреть фильм по тематике. Это интересно, увлекательно, это современно. Что касается родителей, дело в том, что родители, если являются пользователем, умеют пользоваться, они могут контролировать, открывал ли вы вообще учебник или работал по материалу. Кошмар! Понимаете, то есть это, да, для ребят это капец в каком-то. Капец! В каком-то смысле, да. Это может делать и педагог. Мало того, не просто там эффективно зайти и выйти. Можно посмотреть время продолжительности, сколько потратил тот или иной ученик на изучение данного материала, вообще, что он делал. Ну, масса-масса, но возникает другая теперь проблема. Дело в том, что у нас очень много заслуженных педагогов, учителей в школах, которые не знакомы с электронными гаджетами, с приспособлениями различными. Сегодня нам необходимо их обучать. А, если ученики сами обучат, дети в луке, они как бы подтягивают. Но они же могут научиться своим уклоном, куда смотреть, куда не смотреть. Поэтому нужно, чтобы учителя разбирался. Ну, это было всегда. Это новое перевооружение, совершенно новый подход к обучению. Но то, что бесплатно это все придумано и все внедряется, это ведь, опять-таки, проявление любви к городу. Марина, почему это все дело? Потому что учебники в отдельных классах поступали, учебники, мы начинаем учебный год, учебники, учебники, учебники привозят или к концу учебного года, либо к середине его. То есть, никто не задает себе вопрос. Бегают родители на ксероксе, что-то там, какие-то статьи. Мало того, мы это делаем, что может ребенок или ученик заходить с любого электронного приспособления. Дома, если есть компьютер, пожалуйста, не надо обязательно с iPad ходить, где-то потерять или где-то еще. Дома есть, практически в каждой семье у нас есть. Там, где нет, значит, будем думать. Будем думать у нас, слава Богу, выборы очень часто в стране. Может быть, мы сменим гречку на какие-то компьютеры. Депутаты пойдут и будут раздавать уже не гречку, а всеми понесут компьютеры. Вы знаете, Геннадий Ильич, когда... Я вам просто маленький пример приведу, что не все падки на подарки. Вот когда раньше выпускников интернатов привечали и в области, и в городе, это было куда приятнее, куда, я бы сказала, содержиме для самих выпускников. В этом году почему-то только вы встретились с ними, с выпускниками интернатов, то есть практически с детьми-сиротами и напутство их в будущее, во взрослую жизнь, скажем, которая зачастую очень страшна для выпускников, интернатов, потому что они очень во многих вещах не приспособлены, а дарили их и дорогими подарками, и надеждой на то, что у них появляется и возможность и учиться, и работать, и то замечание «дайте мне, пожалуйста, в список, кто куда поступать будет» для меня прозвучало по-отечески. И это очень важно, когда каждый одессит, вне зависимости от его степени благополучия, в городе у нас виден, и то, что у нас и многодетные семьи, целая семья и могут поехать отдыхать за рубеж, да это же вообще, даже мечтать даже не приходилось. И это очень важно, потому что я думаю, что вот мы сегодня как бы разговор наш будем закруглять, потому что зрители знают, что уже, может быть, и устали, может, уже и переключаться куда-то хотят. Но я надеюсь, что и сегодняшний разговор был полезен и интересен для всех, потому что много информации. И вот та ориентация на молодое поколение, даже начиная со школьной скамьи, когда сегодня дети вынуждены уметь и знать больше педагогов, простите меня, дорогие учителя, но время заставляет, оно поджимает, говорит о том, что нам нужно развиваться и нужно жить в очень быстром темпе, так чтобы наши результаты от 1 июня до 1 октября уже были реализованы, и чтобы все те контракты, которые сегодня наворотом идут, то ли вы их привозите из-за рубежа, то ли в кабинетик встречаетесь с представителями разных стран и ведут все к инвестициям в эту общую городскую коробочку, в наш общий городской бюджет и дают возможности городу жить и развиваться, а не говорить о разных невозможных вещах и, скорее всего, зарабатывая на свой собственный рейтинг, как это происходит, к сожалению, до сих пор в области. Но я прошу прощения, что, во-первых, спасибо вам всем, что вы сегодня пришли, но мне хотелось бы закончить наш разговор немножко о другом. Меня очень насторожил звонок одной женщины, которая позвонила мне и сказала, вы не могли бы навести порядок в выполнении конституционных обязанностей застройщиков в городе. Вот так прозвучало, почему, во-первых, ко мне, почему вдруг это... Я говорю, а что случилось? На площади Толстого построил дом Кадор, на фронтальной части дома висят два зеленых флага, а рядом стоит биотуалет, над которым висит флаг Украины и флаг Одессы. Я вас очень прошу, наведите порядок. Геннадий Леонидович, я вас прошу, надо навести все-таки порядок, потому что я понимаю, что люди, которые сюда приезжают, временных, пусть они берут там гражданство, отказываются, двойные, тройные. Не это важно. Важно любить этот город, любить его искренне, так, чтобы у города было будущее. И так, чтобы наш флаг, флаг Украины и флаг Одессы, гор дареял везде. И не надо показывать нам реформы, начиная с того, чтобы разрушить морвокзал. Не надо. И так увидим, что делается. Но вот когда в городе все происходит совершенно спокойно, планомерно, это вселяет уверенность. Поэтому я благодарю вас всех за участие в сегодняшней программе, за то, что рассказали нашим одесситам и дали возможность верить. Мы живем с вами в замечательном городе, исключительном городе. И опять-таки, так, как сказал Вадим Рабинович, говорит, только дурак не поймет, что город, в котором есть море, является морскими воротами и не сделает все именно для того, чтобы именно этот город носили на руках. Это так, намек нашей власти. Спасибо вам всем, что были с нами. Всего доброго. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok